привет я долго думал на тему этого видео и поняла что сейчас лучшее время для того чтобы поделиться своими заметками и наработками по этой теме перед просмотром видео рекомендую сразу поставить лайк подписаться на канал чтобы потом уже не отвлекаться привет мои обожаемые и самые очаровательные я думаю что девчонки в большей степени с вами вероника не 15 сегодня тему про отношения господи я знала что все то что я прохожу весь путь который проходят и мои отношения они когда-то будут полезны не только мне не зря я вела все эти заметки и скажу одно что мы все не идеальны и мы не приходим в этот мир идеальными уж тем более не приходим идеальными в отношении мы встречаем человека первый раз и учимся общаться с ним узнаем его и идем с общей целью делать друг друга только счастливыми моим отношениям 7 лет практически будет уже в этом году говорю когда нам было 15 лет все это время мы проходили вместе процесс взросления и социализации даже совместный бизнес а ты проходишь этот путь и понимаешь ради чего есть счастье в этом есть смысл отношений я желаю каждой из вас завестись такими отношениями которые будут наполнять вас и питать у нас не всегда все было хорошо и вообще наверное странно и глупо говорить что что-то там есть идеальное нет не так но мы прошли такие этапы и такие уроки которые подарили нам бесценный опыт которым я с вами могу сегодня поделиться и эти прекрасные пункты которые убьют ваши отношения вот хотите чтобы они скорее закончились делайте первый пункт это обвинение самое ужасное что может быть это постоянный хейт обвинение своего партнера когда вы используете эти фразы которые сейчас здесь выскочат вы просто разрушаете все что происходит между вами последствия теряется доверие недоговаривание ослабления вообще вашей коммуникации и связи и как следствие отсутствие какого-то вдохновения и желания вообще в этих отношениях находиться и здесь я четко поняла что всегда нужно искать ответы внутри себя не приходить кому-то с обвинениями в данном случае к партнеру а задавать вопрос себе что я делаю не так как я могу это улучшить если уж что случилось в чем правда виноват ваш партнер сделайте это деликатно упредитесь этим обвинением из любви искрите я безумно сильно люблю но то что случилось очень я расстроила и меня обидела приходите от своих чувств и тогда это не будет выглядеть как вечный хейт или обвинение это жуть когда так происходит он который у нас точно был но здесь никогда больше не вернется это дух соперничества когда ты говоришь вот я три раза уже тебе на этой неделе сделал там например завтрак а вот и ни разу соперничество между партнерами быть не должен потому что вы приходите всегда позицию проигравшего и победителя и что это за отношение данном случае лучше придерживаться равных позиций и если у вас есть такой дух лидерства и вы мечтаете с кем-то кому-то противостоять найдите себе для этого хобби например какой-то вид спорта или на работе где-то в самореализации где вы сможете себя отстаивать и постоянно с кем-то соревноваться в отношениях этого дела нежелательно следующий пункт который редко наверное встречается в молодых отношениях но очень часто в отношениях как как таковых взрослых это повторяющаяся рутина мы никуда не ходим ничего не делаем никуда не ездим у нас все однообразно завтрак работа ужин сон и так далее нужно ли объяснять чем это чревато не думаю постарайтесь этого избежать и разнообразить свою жизнь в отношениях и все-таки помнить что отношение это как бы это не звучало но это правда работает туда тоже нужно вкладываться и эмоционально и ресурсно и вместе что-то придумать сейчас столько всего где вы можете отдохнуть чем-то новым научиться сходить например в школу гончарного чего там мастерства или искусство съездить куда-то вместе на природу покататься на коньках сходить в кино сходить в новое заведение куча разных вариантов которые помогут вам избавиться от этой рутины а еще есть такая классная штука как день семьи у нас воскресенье когда вы ничем не занимаетесь никакой работой никакими посторонними делами вы вдвоем и каждое воскресенье например ждете что-то новое с этим тоже сталкивалась лично я упёртость причем с двух сторон абсолютно необъяснимое и очень тупое желание вот просто стать как барана лучше как два барана и говорить вот потому что я так хочу и просто этого не хочу без аргументов без умения и желания договариваться просто быть упертым чего вы добьетесь того что вас будут бояться или с вашим мнением вообще не буду читаться или у вас больше когда ничего не спросят не знаю как с этим бороться будет правда если это по ту сторону то есть если это вас только же понимаешь мой совет так делать не надо а если это где-то там напротив вас человек ну наверное просто поговорить и объяснить что это и к чему хорошему не приводит зачастую люди так делают не специально задевается чувство и нам просто уже не хочется разговаривать и мы такие вредные становимся и все тоже было и было это лично у меня прекрасно просто и ужасно постоянно напоминать о проступках или еще того лучше ошибках или о каком-то негативном опыте который был вы чего добиваетесь таких моментов я вот чего добивалась таких моментов зачем если вы простили то ваш выбор вы простили будьте добры и отпустить и вы типа простили и постоянно хотите упоминать лучше не прощайте нет ничего там хорошего мы все люди мы все ошибаемся и позвольте ошибаться другим точно также вы тоже можете когда-то в такой ситуации быть но напоминать об ошибках нет 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 это кстати не только в отношениях связано и в коллективе в любом и в семье вашей в отношениях с родителями с друзьями никогда не понимаете никому об ошибках людей так сами знают что накосячили если еще и вы будете напоминать вы не знаете как это повлияет на сердце и вообще на самооценку и на настроение другого человека мне очень смешно потому что я вспоминаю в какой момент это было и напишите в комментариях если вы узнали себя я вот даю всю ставку которая только в мире существует что блин черт возьми тоже так делали драматично но у меня это было в процесс процесс момента моего юношеского максимализма еще не вполне себе стабильной психики и нафига и так делать вы же просто вы смысле же я просто обесценивайте свои слова обесценивайте свои отношения кого вы чему нафига кого-то пугать тем что вы отношения эти закончите если вы хотите их закончить так заканчивайте чё постоянно об этом говорить 30 миллионов смайликов руколицо должны попасть в кадр жуть ужасно все я тогда но не делаю я вам честно говорю положа руку на сердце тем более после того как я стала невестой я уже поняла сейчас еще и замуж выйду и там же вообще следующий пункт менее веселые он такой более грустный он может встретить любом этапе отношений это замолчание проблем когда у тебя спрашивают то что случилось и ты отвечаешь да ладно все нормально ничего страшного внутри тебя такой большой ком боли ты не даешь этому комочку выйти и он растет внутри тебя развивается 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 и в какой-то момент происходит огромный срыв и ты будто винишь человека что он тебя не выслушал или вообще в чем но этого точно делать не надо и это делать не надо никогда ни в каких отношениях если вам что-то не нравится если вам во что-то обидело и за пределами отношений где-то в социуме если вас какие-то неудачи если у вас какие-то переживания и чувства вы делитесь ими всегда делитесь со своим партнером потому что он поддержит ваши отношения хорошие очень надеюсь что у вас всего здоровенько не держите в себе это правда ни к чему хорошему не придет а более того из-за обид развиваются различные онкологические заболевания но нам тоже не надо поэтому освобождайте этот груз себя от этого груза выпускайте эти эмоции лучше в моменте чем тянуть их за собой что точно разрушила бы мои отношения это отсутствие общих интересов протяжении семи лет строится на различных общих интересов так например нам нравится одинаково проводить совместный досуг но при этом у нас есть увлечение извне у нас есть виды спорта которые нам нравятся у нас есть youtube каналы которые нам вместе реально комфортно и нравится смотреть мы читаем иногда какие-то смежные книги и можем их обсудить мы когда путешествуем в какую-то другую страну тоже выбираем то что нам нравится двоим и это важно иметь общие интересы чтобы вам было о чем поговорить о чем у нас совместный бизнес это я думаю тоже такой достаточно общий интерес можно считать конечно на полярный и хороший плохое в этом есть но в целом конечно общие интересы это для меня лично очень важно их отсутствие напрочь разрушила любые отношения отношения это совокупность различных форм человеческого общения это дружба забота любовь и поддержка да блин все меня жутко сбивает то что постоянно на кота переходит фокус он даже не повернут камень почему он блин вернулся финальный десятый пункт это жадность но здесь вы можете сразу подумать о деньгах но речь вообще пойдет не деньгах жадность на эмоции ресурсы знаете когда вы приходите уставшие домой и у вас там осталось еще десять из ста вашего ресурса эмоции энергии выпускаете откуда-то в другое русло забивая полностью на отношения так тоже делать не надо не жадничать своего времени своего ресурса своей энергии своих желаний на отношения мы часто пускаем все вот это куда-то в другое русло а потом думаем такие о чем такое отношение творится может потому что мы нифига ему не уделяем внимание и никак не отдаемся а ведь это тоже важно и вообще я склонна верить в то что мир и люди это зеркало того кто мы есть на самом деле а мы все совокупности хорошего и плохого поэтому если вам кажется что ваши отношения какие-то скучные никакие они вообще никак не развиваются если вас реально тревожит посмотрите внутри себя а как вообще у вас вы что делаете или вы только ждете что на самом все будет хорошо итог такой отношения это классно это здорово не вы тоже нужно работать почему работаете я бы даже сказала учиться потому что вы постоянно проходите какие-то уроки и в конце каждого должны сделать вывод а у меня за 7 лет получилось таких 10 инсайтов если у вас есть что-то еще обязательно делитесь и конечно желаю вам любви здоровых классных отношений вдохновения и только позитивных эмоций и улыбок увидимся в следующем видео и не забудьте поставить лайк пока